Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. И сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как же продлить жизнь цветам. Вот конкретно розам, которые нам подарили. К сожалению, очень часто бывает неудача. Мы думаем, что клещ и роза погибает. Но я вам хочу сказать из своего опыта, просто нужно розу вовремя пересадить, вовремя не тянуть. Тогда вам успех обеспечен. Вот сейчас передо мной я вам хочу показать. Вот у меня роза, видите? Это вот эти бутоны, это уже новые бутоны, новые веточки выпустила роза и зацвела. В принципе, эта роза очень хорошо черенкуется, и вы можете ее потом черенковать. В данный момент, конечно, полюбуюсь немного цветами, и, конечно, я эти цветы срежу. Потому что у меня первостепенная задача, чтобы роза хорошо нарастила корневую массу и хорошо она тронулась в рост. Вот сейчас передо мной стоит ящик, и я вам хочу показать здесь конкретно мной розы, которые куплены в магазине. Я их покупала, я их тут же пересадила. В каждом горшке, как правило, 4 саженца. Поэтому в каждый горшок мы сажаем один саженец. Вот они у меня сейчас в таком состоянии. Как правильно это сделать, я вам сейчас покажу. Что потребуется для пересаживания розы? Это, конечно, рыхлый грунт. Обычно я беру грунт рассадный, в который я сажаю рассаду. Это потребуется вермикулит и горшки. Для роз все-таки предпочтение я отдаю вот таким вот высоким горшкам. В них очень хорошо черенковать розы, пересаживать розы, потому что розы себя чувствуют вот очень-очень хорошо. Горшки мы приготовили. Теперь на дно насыпаем немного грунта, совершенно чуть-чуть, в каждый горшок. У меня, потому что в этой розе вот их три. Теперь на дно, сверху земли насыпаем, ну где-то примерно по одной столовой ложке, это вермикулит. Все, стаканчики готовы к посадке. Теперь необходимо заняться розой. Ну, здесь, конечно, вы должны поступить с ней. Ну, как бы немножко, будем говорить, да, безжалостно. Так, мы берем, достаем розу. Вот видите, несмотря на то, что я ее поливала, вы посмотрите, насколько пересушен ком. Вот видите? И почему получается? Вот как раз-таки мы думаем, что роз там посетил клещ, она засохла. Да нет, все из-за того, что вот, ей нечем здесь питаться. Мочалка. Теперь необходимо разделить эту розу на каждый вот кустик, чтобы у нас был отдельно. Теперь необходимо корневую систему у розы вот так припудрить корневином. Припудрили, опускаем достаточно, видите, глубоко и начинаем присыпать розу грунтом. Теперь, как бы вам не было жалко, но вы должны расстаться со всеми бутонами. Они нам абсолютно не нужны. Теперь поступаем так со следующим кустиком. Опудриваем корневином. Так, опускаем в горшок достаточно глубоко и начинаем присыпать грунтом. Грунт уплотняем. Теперь снова безжалостно расстаемся со всеми бутонами и со всеми цветами. Они нам абсолютно не нужны для того, чтобы роза тронулась в рост и хорошо перенесла пересадку. Так же я поступаю с третьим кустиком. Теперь необходимо очень хорошо пролить грунт. Первое время можно даже не ставить под лампы, на подоконник, дать адаптироваться растениям. Вот у меня в данный момент они просто постоят на столе, где-то примерно денечка два. А потом, конечно, у меня все растения стоят под лампами. У вас это может быть просто подоконник. Но я хочу обратить внимание, вам специально показать, если вы видите вот такие пятнышки на листьях, это будьте аккуратнее. Это у меня как раз-таки ожоги на листочках от лампы. Потому что я знаю, вы зададите вопрос, скажете, Юля, у вас клещ? Нет, у Юли клеща нет. Это вот просто ожоги. Так что, дорогие друзья, опять-таки, купив один черенок розы, один горшок, я покупала 300 рублей горшок, вы можете посадить себе 4 растения и потом до весны начеренковать еще 104. Поэтому посмотрите, какая выгода. А черенкуются, укореняются эти розы очень-очень даже хорошо. А с вами была Юлия Меняева на канале Высаду Левогороди. Пока-пока!